здравствуйте друзья да вы мне уже 10 раз пишите что статья панчина о религии и паразитах это шутка стёб попытка проверить журналы на качество рецензирования и так далее во-первых если это действительно шутка или стёб ему так и надо было написать мне в развернутом ответе они пытаться оправдываться по каждому пункту и если это действительно пранк наподобие того что сделали плэкрос и компания не так давно то здесь я бы отметил пару нюансов если же целью было доказать что лженауку можно опубликовать научном журнале то брать нужно было топ из топов они biology редакт который является открытым журналом который предоставляет авторам и читателям альтернативу традиционной модели рецензирования во вторых статья была опубликована в разделе гипотезы что еще снижает планку рецензий со стороны журнала ну и в третьих если это был все таки эксперимент своего рода проверка на вшивость журнала то после окончания эксперимента такие статьи обычно удаляют чтобы не позорить науку статья александра же о микро организмах которые заставляют людей молиться находится в открытом доступе до сих пор ну и хорошим доказательством того что александр на полном серьезе защищает свою гипотезу является его ответ мне на мое первое видео в котором он защищает методологию и логику своей гипотезы гипотеза по-настоящему шикарно она вобрала в себя практически все логические ошибки о которых александр рассказывал зрителям сайнсуан в цикле передач защита от темных искусств здесь есть известный антинаучный прием черри пикинг по-русски говоря выборочное предоставление фактов наконец ранее было отмечено что паразиты склонны нарушать репродуктивный потенциал своих хозяев направляя все доступные питательные вещества хозяина на собственное размножение так сложилось что среди духовных людей наиболее подверженных религий например монахов и монахинь распространен салибат во внимание берутся только монахи которые составляют меньшинство не только среди всего населения но даже меньшинство среди всех священнослужителей так протестантским священникам не возбраняется иметь семью рядовым священником русской православной церкви также можно иметь детей чем они охотно пользуются имея более крупные семьи чем среднем по стране я уже молчу про то что уровень врождаемости в таких религиозных странах как индия ирак индонезия афганистан гораздо выше чем уровень рождаемости в нерелигиозных светских странах европы это не оставляет тезису никаких шансов на существование любопытно что из нашей гипотезы также следует уменьшение участия в религиозных ритуалах в человеческих сообществах с более качественными санитарными условиями классическая ошибка после не значит вследствие в обществе повышается уровень жизни повышается уровень образования вместе с ним повышается уровень скептицизма и атеизма и высокий уровень жизни как правило гарантирует высокий уровень санитарных условий то есть уровень санитарных условий и уровень атеизма действительно коррелируют между собой, но они прямо не взаимосвязаны. Кроме того, уровень религиозности даже зачастую прямо не связан с уровнем развития экономики страны. Например, США имеют крайне высокий индекс человеческого развития на уровне европейского, хотя религиозность американцев гораздо выше, чем у европейцев. Или, например, Республика Вьетнам. Индекс человеческого развития там чуть ниже среднего. Огромная часть населения продолжает проживать в сельской местности, что само по себе предполагает несовершенные санитарные условия. Но, несмотря на это, Вьетнам входит в топ атеистических стран по уровню агностиков и атеистов, обгоняя даже многие европейские страны. Что нам еще раз говорит о том, что религиозное мировоззрение формируется по большей части под действием социальных, а не биологических факторов. Кстати, может быть мне тоже опубликоваться в Biology Redact, потому что у меня тут есть интересная гипотеза. Жил некий мальчик Вася, который регулярно ходил в церковь в северном микрорайоне Хабаровском. Так получилось, что в течение двух лет мальчик Вася смотрел научпоп на канале Science One. И вот он перестал ходить в церковь, хотя санитарные условия оставались теми же самыми. Вопрос, если теория Панчина верна, можно ли предположить, что облучение из экрана при просмотре научпопа нейтрализует мозговых паразитов, которые вызывают тягу к религии? Ой, давайте больше не будем уже обсуждать этот бред. В действительности у Александра есть некоторая профессиональная деформация. Он биологизатор. Биологизаторство – это концепция, которая пытается объяснить сложные социальные явления сугубо через призму биологии и эволюции. Что периодически и приводит к вот таким вот эпик фейлам и скандалам. Кто хочет узнать больше, в описании к видео есть ссылки на то, как Александр с социологами из сообщества Equality воевал. Тоже интересно. Но все же мне сегодня хочется обратить ваше внимание на другую часть ответа Панчина. Мне кажется, что изрядная доля научпоп-сегмента так и не поняла смысл моего прошлого ролика. И мне ответом на контраргументы Александра Панчина хочется раскрыть эту тему поподробнее. Во-первых, то, что общество и экономика влияют на жизнь и работу ученых ясно далеко не всем. Диктатор, который расстрелял непонравившегося ему ученого, это очень примитивный пример влияния политики на науку, который не раскрывает всей сути этого явления. Раз вы меня потягали и обратили мое внимание на этот пост, скажу, что кредо скорее звучит так – плохо для науки, когда политика лезет в науку. Например, процитирую фрагмент диссертации Мединского. Критерием положительной или отрицательной оценки, по словам нашего современника, известного русского ученого и мыслителя Платонова, могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука – насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда. Другой пример, когда генетику объявили продажной девкой империализма. Третий пример, когда в России ввели конфессиональную теологию как науку и разрешили защищать диссертации, где авторы используют личностный опыт веры как научный. Четвертый пример, когда люди, своровавшие диссертации, привлекают политику и заявляют, что критикующие их диссернет – агенты газдепа, поэтому не надо слушать диссернет. Интересно, что все примеры, приведенные Панчином, про Россию или СССР, и создается впечатление, что давление на ученых оказывается только в неразвитых каких-то периферийных странах, а на Западе с этим все ок. Хочу напомнить, в какой спешке и под каким политическим давлением принималось решение Американской психиатрической ассоциации о депатологизации гомосексуализма в 2073 году. Надеюсь, никому не надо объяснять, что когда какое-то политическое объединение указывает ученым, как им проводить научную конференцию, указывает каких докладчиков допускать, каких не допускать, то это ненормально. Но, казалось бы, 70-е давно уже в прошлом, можно потихоньку проводить исследования и подтверждать или опровергать тезисы, выдвинутые почти 50 лет назад. Но нет, вот подтверждать их можно, а опровергать нельзя. В 2005 году Американская психиатрическая ассоциация выпустила официальный отчет о детях из однополых семей. Проанализировав 59 таких исследований, АПА не нашла доказательств того, что детям живется как-то хуже в однополых семьях, чем в традиционных. В 2012 году журнал Social Science Research опубликовал работу Лоуренса Маркса, перепроверившего данные и методологию 59 исследований, на которых основывали свои выводы АПА. Маркс выяснил, что решительные заявления, включая те, что высказывали АПА, не были эмпирически обоснованы и не основывались на науке. Выборки оказались однородными. 26 из 59 исследований вообще не имели гетеросексуальной контрольной группы. В оставшихся 33 исследований в 13 вместо контрольной гетеросексуальной группы были использованы семьи с одним родителем, что также некорректно. А почему АПА не отбраковала эти исследования? Ну, потому что, наверное, их устраивали результаты этого мета-анализа. В июне 2012 года в англоязычном рецензируемом журнале Social Science Research появилась статья Марка Регнеруса, профессора социологии из Университета Остина США. Регнерус исследовал уже взрослых людей, выросших в семьях разного типа. Он обнаружил, что по ряду различных социально-психологических показателей, дети, выросшие в гомосексуальных семьях, отличались в худшую сторону не только по сравнению с детьми из традиционных семей, но и по сравнению с детьми из неполных или приемных семей. По таким показателям, как склонность к алкоголю и наркотикам, склонность к депрессиям, качество работы и так далее, дети из гомосексуальных семей показывали гораздо худшие результаты. Но это все можно списать на травлю в школе и давление в обществе. Действительно, в школе такой ребенок будет подвергаться постоянным многочисленным нападкам со стороны сверстников, что не может не отразиться на его психике, а как следствие на успеваемости и дальнейшей жизни, карьерному росту и так далее. Но проблема была в том, что исследование помимо этого содержало также информацию о сексуальной ориентации. Так выяснилось, что дети, выращенные в гомосексуальных семьях, проявляли гомосексуальное влечение в три раза чаще, чем дети из традиционных семей. То есть, тезис о том, что сексуальная ориентация обусловлена исключительно генетическими факторами и факторами внутриутробного развития, был опровергнут. Публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы далеко за пределами сообщества ученых, которые работают в сфере семейной социологии. Регнеруса мгновенно заклемили гомофобам и то, что целью исследования было запретить легализацию однополых браков. Социолог Гэри Гейтс, директор Института сексуальной ориентации и свободы при Калифорнийском университете, возглав группу из двухсот докторов философии и медицины, которые направили письмо на имя главного редактора журнала Social Science Research с требованием объяснить, каким это образом данная статья вообще прошла рецензию и была допущена к публикации. Редакция журнала Social Science Research на провокации не поддалась и, помимо дополнительной проверки своими собственными силами, привлекла еще трех сторонних экспертов в области социологии. В результате существенных методологических нарушений так и не было обнаружено, а статья до сих пор находится в открытом доступе. Ссылки на нее, как и на другую дополнительную информацию, вы можете найти в описании к этому видео. Вообще, тема ЛГБТ настолько политизирована в Соединенных Штатах и Западной Европе, что многие ученые, которые работают в области семейной психологии и социологии, просто даже не хотят за нее браться, чтобы не портить себе карьеру. А чем это отличается от запрета генетики? Да практически ничем. Но мы отвлеклись от темы. Мединские теологии – это, конечно, очень хорошие, но показательные примеры у всех на виду. Я же в своем видео обращал внимание прежде всего на неявное, скрытое влияние политической сферы на ученых. Александр же акцентирует внимание на проблемах вселенского масштаба. Разница между моим подходом и подходом Александра – это примерно как сравнить автобус, который сделал аварию с десятками трупов, и сотни автобусов, которые ездят без техосмотра и регулярно нарушают правила дорожного движения, но пока что трупов не сделали. Да, визуально эти автобусы как будто выглядят нормально, но на самом деле там везде есть дефекты обшивки салона, дефекты проводки, стертые тормозные колодки и так далее. И вот глубину этих неявных на первый взгляд явлений я и предлагал оценить в моем первом видео. Ведь проблема в том, что науку часто принято идеализировать и отделять ее от других сфер человеческой деятельности, таких как культура или спорт. Влияет ли экономика и политика на культуру? Конечно, влияет. Начиная от того, что на многие фильмы государство выделяет деньги для пропаганды выгодных правительству ценностей, заканчивая тем, что и сценаристы, и режиссеры являются составной частью общества. Они впитывают в себя те или иные идеалы, мысли, образцы поведения, которые затем и экранизируют в своих картинах. Например, ярким примером влияния общественного бытия на творчество кинорежиссеров является картина «Джокер», невосстановившаяся темпы экономического роста с кризиса 2008 года, увеличивающаяся неравенство, рост международной напряженности. Все это все больше и больше рождает спрос на остросоциальное кино. Однако, а вдруг все наоборот? Вдруг не реальность формирует мысли режиссера, а мысли режиссера через кино формируют реальность. Я не буду сейчас углубляться в доказательства примата материи над идеями, это, пожалуй, тема отдельного ролика. Однако, если мы возьмем, к примеру, антропологию, то примат материального мира над идеями, приоритет объективных условий формирования разума вполне очевиден. Что возникло вначале, высокоинтеллектуальной мысли или развитый головной мозг? Конечно, для того, чтобы писать наскальные рисунки, а уж тем более изобрести лук и о домашних диких животных, сначала нужно стать человеком, homo sapiens. Уж точно не наоборот, человек не сидел такой на дереве, такой думал, угу, сейчас я, значит, спущусь, потом эволюционирую, буду прямоходящим, потом научусь разводить костерчик, изобрету лук, у меня будет много мяса, отращу себе мозг. Отличный бизнес-план. Сначала мозг, потом мысли. Так же и с нашим режиссером. Прежде чем начать творить, он будет учиться в школе, общаться с родителями-сверстниками, впитает все основные идеи и культуру общества, в котором он растет. Таким образом, окружающий его мир даст ему пищу для творчества, и его творчество так или иначе будет огорожено рамками той культуры, того общества, в котором он вырос. В доказательство именно этой версии служат многочисленные анахронизмы в кино. Это когда режиссер переносит какие-то идеи и культурные коды, распространенные в наше время, в фильм про средневековье, к примеру. Это один из сериалов про викингов, которых сейчас куча, но это не викинги, это современные люди, воплощенные в этих образах. Это девушки с макияжем, эмансипированные женщины, это хипстеры, которые изображают викингов. То есть, ну, натурально так дело и обстоит. Вот. И, спасибо. То есть, сначала там две женщины, они обе воительницы профессиональные, ну, это нормально. И они, у них, значит, лесбийские отношения, ну, окей, тоже хорошо. Почему нет? Может, так и было. Но потом одна из них выходит замуж за короля, беременеет, у нее большой живот. Она ему говорит, слушай, я живот, конечно, но я в битву все равно пойду, потому что я же воительница. Он говорит, я не могу тебе запрещать, ты, как бы, личность. Вот. Или давайте возьмем другой пример. Каким образом экономический базис влияет на спорт? Понятное дело, что развитие спорта в стране зависит от экономических факторов. Например, хоккей в Бразилии развивать нереально, учитывая низкий уровень доходов населения и дороговизну искусственного льда. К экономическому фактору приплюсовывается еще и культурный. Мальчик, воспитанный в обществе, где все играют в футбол, с большей долей вероятности выберет футбол, а не хоккей или керлинг, о котором он даже не слышал. Хорошо, есть ограничения на входе, но сам процесс соревнования, процесс выявления лучшего, он-то объективен, пробежал быстрее всех, все, время зафиксировано, четкий результат и уже не поспоришь. Или нет? В огромном количестве дисциплин итог соревнования подводится благодаря работе судей. Конечно же, существуют методы, чтобы сделать это более объективно. На международных и олимпийских соревнованиях, как правило, подбирают интернациональную команду судей, чтобы исключить предвзятость. Во многих видах спорта смотрят видеоповторы, чтобы сделать судейскую оценку более взвешенной. Однако, помогает ли это защитить от необъективности на 100%? Нет. И третий фактор – это искажение на выходе. Все мы знаем Майка Тайсона, это культовая личность в мире бокса. Однако многие профильные эксперты величайшим боксером его не считают. По статистике он всего лишь пятый в топе тяжеловесов-нокаутеров, а первых четырех вы, скорее всего, даже не слышали. Те денежные призы и та слава, которую получают спортсмены, зачастую непропорционально вложенному ими труду. Например, бойцы ММА получают в разы более низкие гонорары, чем профессиональные боксеры. Хотя ММА – более сложный вид спорта, в котором велики риски для здоровья, а от спортсмена требуется одновременно изучать бокс, карате и борьбу. Итак, в спорте у нас есть искажение на входе в виде экономических и культурных барьеров, искажение в процессе в виде несовершенства судейства и искажение на выходе в виде несправедливого освещения в СМИ и несправедливого вознаграждения. То есть мы видим, что спорт, как часть человеческой культуры, подвергается достаточно сильному экономическому и политическому давлению общества. Но является ли наука исключением? Может ли она существовать независимо от общества? Может ли она не подвергаться искажением? Нет, не может. В науке, как и в других видах человеческой деятельности, существует мощное искажение на входе. Возьмем свободную, развитую капиталистическую страну, без диктаторов, без религиозных фанатиков. Сможет ли в ней ученый быть абсолютно свободным в выборе своей специальности? Нет. Направление научного исследования определяется властью или бизнесом. И если за исследование не платят, им, как правило, никто не занимается. Поскольку ученые тоже люди, которым нужно кормить себя и свою семью, они по итогу оказываются в полной зависимости от экономической и политической обстановки в обществе. Капитализм, как экономическая система, прежде всего заточен на получение прибыли. А это значит, что частным сектором финансируются в основном прикладные разработки, которые могут дать сразу же материальную отдачу своим инвесторам. Учитывая то, что в развитых странах от 70 до 80% финансируется бизнесом, фундаментальная наука во всем мире испытывает нехватку средств, что может привести к кризису и в прикладных разработках впоследствии. Хорошо, но у нас ведь есть государство, которое и может финансировать неприбыльную, но нужную для всего общества фундаментальную науку. В теории, да, но на практике государство все чаще копирует логику частных корпораций. Так, согласно согласованному Трампом бюджету США на 2021 год, государственное финансирование фундаментальных наук будет существенно урезано. Вместо этого средства будут направлены на прикладные разработки в области космических полетов, искусственного интеллекта и квантовых технологий. Такая же ситуация и в России. Согласно отчету Института проблем развития науки Российской академии наук за 2017 год, рост расходов на прикладные исследования и разработки с федерального бюджета за 10 лет в два раза обогнал рост расходов федерального бюджета в целом. В то время, как объем расходов на фундаментальные исследования оставался в пределах роста бюджета, ни разу не превысив границу в 1% бюджетных расходов. Но помимо экономического давления, есть еще и культурное. Прежде чем ученый загорится каким-то направлением научной деятельности, он должен быть лично заинтересован в решении какой-либо общественной проблемы. Например, если в обществе все СМИ постоянно твердят о глобальном потеплении, то велика вероятность, что еще с детства будущий ученый будет стремиться к изучению альтернативных источников энергии. То есть культурное воздействие окружающей среды также ограничивает и перенаправляет профессиональный интерес ученого. Но на этом проблемы научной сферы не заканчиваются. Она также имеет серьезные искажения результатов на выходе. Надо понимать, что общественность и политики, которые, кстати, потом впоследствии будут решать, на что ученым давать деньги, а на что нет. И узнают об этих открытиях в основном от журналистов. Журналисты выступают этаким мостиком, переводчиком с научного языка на человеческий. Так вот, качество этого перевода зачастую оставляет желать лучшего. В 2017 году группа исследователей из университета города Бордо во Франции провела интересное исследование. Они попытались понять, насколько качественно СМИ освещают итоги биомедицинских исследований. Они взяли чуть более 5000 научных публикаций, из которых 4723 составляли первичные исследования и 306 являлись мета-анализами. И проследили их дальнейшую судьбу после публикации в научных журналах. Все эти исследования были на медицинскую тематику, раскрывали те или иные факторы влияния на здоровье. Оказалось, что научные исследования, связанные с образом жизни, публиковались более чем в 4 раза чаще, чем статьи, раскрывающие связь заболеваний с наследственностью. Журналисты преимущественно освещают первоначальные результаты, хотя они часто противоречат мета-анализу и редко информируют общественность, когда они не подтверждаются в результате вторичных исследований. Всю эту необъективность и предвзятость можно легко объяснить, если понимать, что СМИ является составной частью рыночной экономики. СМИ, как и другие фирмы при капитализме, созданы прежде всего для зарабатывания денег, поэтому чем сенсационнее мысль, тем больше общественного интереса приковано к журналу. Чем больше общественного интереса, тем больше денег. Именно поэтому журналисты больше любят первичные исследования, данные в которых сырые и непроверенные, чем вторичные исследования или мета-анализы. Именно поэтому исследования, которые раскрывают связь здоровья с образом жизни, более популярны у журналистов, чем исследования о генетической составляющей здоровья. Потому что они более интересны аудитории, человек хочет знать то, на что он может повлиять, может изменить в лучшую сторону, а то, что любит читатель, любит и издание. Ну и главное, из 234 публикаций, которые основывались на 35 первичных исследованиях, которые все в последующем были опровергнуты, газеты опубликовали только 4 разоблачительные заметки. То есть, СМИ с радостью берутся освещать новое революционное открытие и почти никогда не информируют своего читателя, когда это открытие не подтверждается последующими исследованиями. Потому что репутация это деньги, а деньги важнее всего. Да ладно, что с него взять, это же обычная обывательская дешевая СМИ, читайте он лучше научные журналы, там-то вам все расскажут как надо и точно не обманут. Или нет? В 2008 году журнал Science опубликовал результаты сенсационного исследования, которое доказывало, что политические предпочтения человека зависят от физиологии. Проводился эксперимент на 46 добровольцев в одном из американских штатов. Людям демонстрировали устрашающие изображения с пауками на лице, ранениями, картинами войн, проигрывали неприятные звуки. Регистрировался ответ симпатической нервной системы в виде потения ладони и реакции круговой мышцы глаза. Воспроизвести этот эксперимент решилась группа исследователей из Филадельфии США и Нидерландов. Они собрали группу из 433 человек и провели с ними подобный эксперимент, показывая, однако, не те картинки, которые были в оригинальном исследовании. Корреляции они не выявили, поэтому попробовали запросить у авторов первичного исследования оригинальный пакет изображений. Второй этап прошел уже при участии 202 человек, но и там результаты повторить не получилось. Авторы работы попросили журнал Science опубликовать их исследование разоблачения, на что получили отказ и совет опубликовать эту работу где-нибудь в журнале поменьше. Это топовый научный журнал, который по индексу Хирша занимает второе место из более чем 30 тысяч научных журналов. Ну ладно, ситуация конечно скверная, но хорошо, что хоть сами эксперименты ученые продумывают так, чтобы была невозможна подтасовка результата. Ну или почти невозможно. Я позволю здесь процитировать опять-таки ответ Александра Панчина, с которого это видео и начиналось. Хороший ученый старается так продумать исследование, чтобы никакие его убеждения или ожидания, не только политические, но и финансовые интересы, не исказили результат. Например, для этого в медицине для проверки лекарств придумали двойной слепой метод, чтобы экспериментатор не мог подкрутить результаты эксперимента в нужную ему или заказчику сторону. Разумеется, на практике бывают самые разные проблемы. Ученые тоже люди и не всегда ведут себя честно, а иногда допускают ошибки. Но это именно что проблемы, которые стоит устранять по мере возможности. В общем, как и хорошие правила игры в спорте, стараются устранить мухлеж. Ну, получается, как получается. А как бы нам оценить степень подтасовок в исследованиях? К счастью, исследования есть и на этот счет. Так, Институт изучения науки, техники и инноваций при Университете Эдинбурга в 2009 году опубликовал мета-анализ, посвященный намеренным фальсификациям. Мета-анализ содержал результаты 21 опроса. В опросе ученых просили дать ответ, насколько часто они замечали за своими коллегами, что те фальсифицируют, фабрикуют данные, используют удобные выборки и так далее. В общем, заведомо искажают результат. 14% опрошенных заявили, что хотя бы раз были свидетелями фальсификации в исследованиях. Еще 72% заявили, что были свидетелями сомнительных методов исследования. Плагиат в качестве нарушения научной этики в этом исследовании не учитывался. Но и это еще не все. В далеком 2005 году в журнале Plus Medicine было опубликовано исследование с неутешительным результатом. Большая часть научных работ не подтверждается при вторичной проверке. Так, например, в фармацевтике удается повторить лишь 25% результатов первичных исследований. То есть, публикуется исследование, в котором расписывается, что брали, как делали и какой результат в итоге получился. Это исследование берут независимые эксперты, делают все точно так же, как описано в исследовании, но результаты у них получаются другие. И так в 75% случаев это очень много. В 2016 году в журнале Nature была опубликована статья «Происходит ли сейчас кризис воспроизводимости?», в которой были опубликованы данные опроса 1576 исследователей. По итогам опроса, 52% исследователей считают, что в современной науке имеет место существенный кризис воспроизводства. 38% назвали кризис легким, и лишь 3% заявили о том, что такого кризиса нет. А может быть картину изрядно портят гуманитарные науки, известные своей предвзятостью и политизированностью? Но нет. Согласно все той же статье в Nature 2016 года, первое место по невоспроизводимости занимает химия, затем идет биология, третье место у физики и инженерии. Нет. Я не верю вам. Так не может быть. Стоп. Без паники. Несмотря на все эти нелицеприятные факты, научное мировоззрение является не только наилучшим инструментом для исследователей, но и лучшим методом ответить на любые житейские вопросы. Во-вторых, ряд факторов, которые и приводят к необъективным результатам, может быть устранен уже в ближайшем будущем. Так, например, в связи с тотальной коммерциализацией образования, финансирование институтов напрямую завязано с частотой научных публикаций. Руководство давит на ученых, чтобы они как можно чаще публиковались. В результате этой спешки ученые публикуют исследования с сырыми выводами, которые впоследствии оказываются ложными. То, что все институты мира стараются как можно чаще публиковаться, приводит к возникновению огромного количества низкокачественных работ. Каждый год в мире издается более миллиона научных работ, которые публикуются в более чем 30 тысячах научных журналов. Проблема рецензирования в научных журналах также стоит очень остро. Даже в топовых журналах первого кварталя не хватает рецензентов для качественной рецензии. Что уж говорить о всех остальных журналах и о всяких мусорных журналах, которые вообще опубликуют все, что угодно, лишь бы им заплатили за публикацию. Также одним из отрицательных факторов является то, что исследователи описывают не все исходные условия эксперимента и скрывают какую-то часть данных. Научное сообщество выступает за открытость, однако это противовлечит базовому принципу капиталистической конкуренции. Для любой фирмы технология, которая известна только ей и неизвестна никому, является огромным преимуществом на рынке. А стоит ли удивляться неоткрытости ученых, когда от 70 до 80% финансирования науки в развитых странах осуществляется через частный сектор? Итак, мы в очередной раз убедились в том, что экономический базис влияет на науку не только на входе, но и в самом процессе исследовательской работы. Итак, что же делать? Ну, во-первых, забыть про науку вне политики. Можно сколько угодно желать, чтобы наука была вне политики. Однако это утопия. То, что наука несет на себе отпечаток экономической системы, в которой она была рождена, это факт, который надо просто принять. Принятие этого факта поможет ученым быть более критичными к результатам своих исследований. А зрители научпопос мотивируют почаще залезать в описание к видео у своих любимых блогеров. Второе. Мы не можем полностью устранить влияние экономического базиса общества на науку. Однако мы можем заменить сам базис на более благоприятствующую объективность. Скажем, власть рабочего класса более предпочтительна, чем власть олигархов и корпораций. Почему? Потому что капиталистам по ряду причин выгодно замораживать исследования или искажать результаты, если это входит в разрез с их экономическими интересами или лишает власти. У простых людей такой проблемы нет. От более объективной и мощной науки они только выигрывают. Ну и конечно же третье. Мы не можем отдать эту сферу на откуп профессионалам, как мы делаем с биологией, физикой, химией. Потому что без участия народных масс в управлении государством, профессиональные политики будут все делать сугубо в своих интересах. Ну что, все массово начинаем участвовать в политических процессах? Но есть еще и четвертый момент. Для этого давайте обратимся вновь к ответу Александра. Напоследок хочется добавить, что если агитация автора за то, чтобы ученые и популяризаторы науки больше занимались политикой сработает, я крайне сомневаюсь, что ему понравится результат. И тут я с ним согласен. Если учитывать тот уровень знаний, который есть у Александра в области экономики, социологии и политологии, если он всецело сейчас займется политической агитацией, то ничего хорошего из этого не получится. Прежде чем заниматься политикой, нужно иметь определенный багаж знаний по экономике и политологии. Если люди будут массово включаться в политику, не имея необходимых знаний, то это ни к чему хорошему, конечно же, не приведет. Экономика и политология – это тоже наука. Однако годного политэкономического научпоп-контента на ютубе крайне мало. И это надо исправлять. Спасибо за просмотр. Ссылки на исследование и другую дополнительную информацию вы можете найти в описании к этому видео. С вами был проект «Выход есть». Меня зовут Василий Садонин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова